Уже известно, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В избирательной комиссии вовсю идет подготовка к этому событию. Сейчас мы видим, как обучаются операторы автоматической обработки бюллетеней. Голосование в этом году будет проходить в течение 7 дней. Основное состоится 1 июля. Однако некоторые люди могут пройти его с 25 по 30 июня. Мы готовы прийти к каждому гражданину домой по его заявлению, приглашению. На его усмотрение причину он сам для себя мотивирует. Мы ее воспримем как уважительную и придем к нему. Также, если в избирком обратится группа жителей и попросит организовать голосование, например, во дворе дома, то его также проведут в период с 25 по 30 июня. Комиссия в составе наблюдателей, как институт наблюдателей, то есть для нас вот этот вопрос легитимности очень важный, придут в этот двор. Там будет участок под открытым небом создан. И мы сможем, все, кто пожелал в этот день, реализовать свое активное право избирателя. Люди с ограниченными возможностями, которые не могут выйти из дома, смогут проголосовать 1 июля. К ним также придут сотрудники избирательной комиссии. Все меры предосторожности будут соблюдены. Всех участников мероприятия обеспечат масками, перчатками и санитайзерами. На избирательных участках также будет соблюдаться социальная дистанция, но не только. Потоки людей будут разделены. Также предусмотрен отдельный вход и выход для участников голосования. Каждому пришедшему на участок измерят температуру. Если у человека нормальная температура, он проходит дальше. Соответственно, обрабатывает двумя миллилитрами стоит санитарно-оденцирующие средства. Если он пришел, ну или, так сказать, без маски, мы ему выдаем маску. Мы ему предоставим одноразовую ручку. Если у него нет с собой, и он, так сказать, не против, мы ему даем одноразовую ручку. И также он показывает паспорт, не передавая нам его в руки. Мы, так сказать, инифицировав этого человека, предоставим ему бюллетень. По новым правилам количество голосующих в час не должно будет превышать 8-12 человек, а между людьми должна быть соблюдена дистанция в 2 метра. Что касается тех людей, кто решит голосовать не по месту жительства, то им нужно будет подать заявление в МФЦ, территориальную комиссию или в электронном виде через портал Госуслуг.